Всем привет! Сегодня рассмотрим однокомнатную квартиру в жилом комплексе Нагорной, второй очереди, застройщик УГМК. Поехали! Квартира стоимостью 5 миллионов 926 тысяч 828 рублей. Господи, что ж вы так любите неточные цифры? Ну округлите хоть в большую, в меньшую сторону, а то копеек нам еще не хватало. Сущи копеи. Заходим и попадаем, конечно, в прихожую. И очень здорово, что она здесь обособлена. Есть шкаф, нормальный для однокомнатной квартиры. Есть место небольшое, но это нормально для однокомнатной квартиры. Дальше мы попадаем в такой транспортный узел, но это нормально, чтобы в ванну пройти, в спальню и в общую комнату. Общая комната размером 21 метр. И в принципе здесь все располагается. Конечно, стол я бы не стал так делать, я бы его объединил с кухней. Холодильник, конечно же, отсюда нужно убрать, потому что он будет заслонять свет, который будет идти из окна. А кухня и так темная будет, потому что она стоит в дальнем углу комнаты. Ну, в самом темном. Видите, где окно? Далеко. А кухня прям в торце, прям в самом темном месте. Поэтому холодильник сюда не ставьте. Холодильник убирайте сюда, чтобы ничто не препятствовало лучикам света. А стол вы сможете сделать вот так сюда. Вполне нормально для однокомнатной квартиры. Ведь кто покупает однушки? Ну, для студентов покупают однушки. Ну, холостяки покупают однушки. В принципе, за такой стойкой можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. Хотя давно уже пора на кафешке переходить и поддержать отечественный общепит. Ресторан без гостей это очень угнетающе. Ну, несмотря на это, мы стараемся поддерживать друг друга, поддерживать бодрость бытия, идти вперед. Очень странно здесь расположился телевизор. Он зажат в угол. Почему было не поставить посередине, непонятно. Это раньше так ставили в советских квартирах. Телевизоры вот такие еще небольшие, на тумбочку, в уголок. И сверху еще тряпочкой накрывали, чтобы не пылился. Видимо, это пережитки прошлого. Так делать нельзя. Моро. А тех людей, которые проектировали этот комплекс, наверное, замучила ностальгия по старому советскому прошлому и старым советским квартирам. Просто здесь они чуть побольше. Они их немножечко надули. Вот, собственно, и все. Ладно, жилая комната. Что нужно сделать в жилой комнате? Да даже и не знаю. 18 квадратных метров. В принципе, большая, хорошая комната. Если вы дома работаете, то, может, стоит подумать, сместить кровать сюда, а рабочее место ближе к окну, чтобы там с комфортом сидеть за компьютером, общаться по скайпу и работать. Ванная комната здесь одна. Ну, в принципе, зачем здесь две, когда однокомнатная квартира, предполагается, что в ней будет жить один человек. Ну, может быть, два. Тем не менее, даже если это однокомнатная квартира, то я бы старался делать ванну больше. Ну, что это такое пять с половиной квадратных метров? Ни о чем. Более того, здесь стоит стиральная машина, которую нужно отсюда, конечно же, убрать. Вопрос, куда? Это надо подумать, когда мы будем с вами делать перепланировку. Обращайтесь, кстати, в студию Градис. В общем, ванная должна быть комнатой для релакса, а не постирочно-помывочная. Подумайте об этом, и ваша жизнь наладится. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, и тогда вам будут приходить уведомления о новых, полезных и интересных видео. И обязательно подпишись на канал. Да пребудет с вами Муза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok